Это уже второй визит подобного уровня за последние четыре года. Двустороннее сотрудничество двух братских стран успешно развивается по всем направлениям дипломатия, торговля и культура. Сегодня мы не только стратегические партнеры, но и союзники в Центрально-Азиатском регионе. О точках соприкосновения расскажет моя коллега Азиза Закумбаева. Казахстан и Узбекистан первые в Центральной Азии союзники позиций добрососедских стран по многим вопросам региональные и международные повестки совпадают. И такие близкие и даже родственные связи двух республик – залог добрососедства и стабильности во всем регионе, говорят эксперты. И нет, пожалуй, сегодня сфер, где не сотрудничают две страны, издревле связанные Великим Шелковым путем. Вот и сегодня эксперты называют перспективными направления транспортных коммуникаций и создание общего энергетического рынка. И это лишь часть точек соприкосновения двух стран. Мы не только развиваем взаимную торговлю, то есть обмен товарами, а уже выходим на новый уровень взаимодействия. Это производственный технологический уровень взаимодействия, где мы уже создаем предприятие, где мы совместно формируем добавленную стоимость, используя наши конкурентные преимущества. У кого-то есть сырье, у нас плодовочное сырье. Здесь есть, например, черная металлургия. Да и товарооборот между странами растет. В прошлом году Казахстан и Узбекистан наторговали почти на 4,5 миллиардов долларов, а объемы поставок выросли на треть. Мы продаем туда сельхостовары, уголь и удобрения, и импортируем в основном узбекский текстиль. Если раньше мы фокусировались исключительно на сельскохозяйственном взаимодействии, но также сейчас появляются новые какие-то формы, это в том числе уголь, также подсолнечное масло и так далее. То есть, если мы замечаем этот товарооборот, он вырос около двух-трех раз именно в этих отраслях. То есть, соответственно, мы считаем, что данный потенциал еще не исчерпан. Ну и куда же без культурного обмена? В Казахстане проживает около полумиллиона узбеков. Издаются порядка 10 газет и журналов на узбекском языке. Действуют два узбекских театра. В Узбекистане же проживают больше 800 тысяч этнических казахов. Для них работают казахско-узбекские школы. А в 22 вузах ведется подготовка бакалавров казахского языка и литературы. Между странами регулярно проходят взаимные гастроли творческих коллективов, представителей культуры и искусства. Вот и сейчас в Национальном музее в столице открылась выставка работ узбекских художников. А уже скоро стартуют дни узбекского кино в Казахстане. Ожидается также открытие выставки «Новои». Не только на выставках у нас историко-культурное наследие развивается. Допустим, в список ЮНЕСК по коридорам Шелкового пути входят объекты, вошли объекты, которые совместно с Узбекистаном, с Таджикистаном, с Карлосстаном. Следующий вот у нас тоже Ферган-Сарадоринский коридор тоже планируется. Совместно с Узбекистаном ведутся работы предварительные. Сейчас вошли в предварительный список ЮНЕСК. В общем-то, работа во всех направлениях. В целом, Казахстан и Узбекистан объединяют не только территориальное соседство, но и единая история и культура. Обе страны ставят перед собой высокие цели, которым следует, поддерживая друг друга, демонстрируя всему мировому сообществу, как можно и нужно жить соседям. Азиза Закумбаева, Кужебек Аханов, Жебек Жола.